МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире новости Удмуртии. В студии Марина Валь. Смотрите выпуски. Пропустите скорую. Санитарный транспорт все чаще становится участником ДТП. Сменных карет может не хватить. Елка будет и горки тоже. А когда отремонтируют круглый фонтан на центральной площади? Мэр рассказал. Аграрный вуз меняет ректора. Кто возглавит кузницу сельхозкадров Удмуртии? Почему ушел любимым? И куб для айтишников в Ижевске открыли первый центр цифрового образования школьников. В Ижевской сельскохозяйственной академии большие кадровые изменения. Ректор Александр Любимов покинул свой пост. На расширенном заседании ученого совета Александр Бричалов представил нового руководителя вуза. Он приехал из Ставрополя по назначению Министерства сельского хозяйства России. Светлана Буланова с подробностями. Сельскохозяйственной академии у Александра Любимова связана вся жизнь. Здесь он выучился на зоотехнике, а потом почти 20 лет возглавлял вуз Александру Ивановичу 70. В России это предельный возраст для ректоров, установленный трудовым кодексом. Я вас искренне, честно за это благодарю. Поэтому коллеги, лично для меня, любимых Александра Ивановича, остается, что нравится, в повестке, пока он сам этого захочет. Приемник Любимова, доктор технических наук Андрей Брацыхин. Ему 44 года. Приехал из Ставрополя. Не женат. Работал в Северокавказском федеральном университете. Возглавлял Институт живых систем. Значение в Удмуртии получил от Министерства сельского хозяйства страны. Все случилось несколько неожиданно, но я постараюсь оправдать доверие правительства и учредителя. Глава Удмуртии официально представил ученому совету вуза Андрея Брацыхина. Пока он временно исполняющий обязанности ректора и сельхозакадемии. Александр Боричалов попросил уделять внимание научной деятельности. Для науки Удмуртия готова выделить дополнительные средства. Нужно развивать взаимосвязь со школами и профессиональными училищами. Классный фундамент. Образование пользуется спросом, популярностью. Но естественное время, и это во всех сферах, и это вне зависимости от того, кто. Просто внешний контур нам диктует естественный момент изменений. Самое главное, сохраняя традиции Академии, которые сложились многими годами здесь, продолжать двигаться вперед по намеченным и обозначенным нам учредителям задачам. Основная задача, конечно, связана с подготовкой высококвалифицированных специалистов для региона, прежде всего, для восполнения кадрового дефицита по максимально востребованным специальностям сейчас. Как долго у нового ректора будет приставка в РИО, пока неизвестно. Оценивать первые шаги на посту будет министр сельского хозяйства России. Светлана Буланова, Юрий Егоров. Новости. Удмуртия преодолела планку в 170 случаев ковид. Медицина все так же в напряженном режиме. Может быть, вы заметили, как часто теперь раздаются серийно скорой помощи. Однако слышат их не все водители. Карета неотложки, попавшая в ДТП на прошлой неделе, еще не скоро вернется на линию. Об этом рассказали на станции скорой помощи. В этом году уже порядка семи ДТП произошло с участием санитарного транспорта. Альбина Валикжанина расскажет. Ехали на вызов с включенным спецсигналом, но так и не доехали до пациента. А у него было желудочно-кишечное кровотечение. Каждая секунда промедления в такой ситуации критично. В итоге к больному подоспела другая бригада медиков. К счастью, и в аварии тоже никто не пострадал. Но ДТП с участием скорой уже не первое в этом году. Не всегда наш транспорт пропускают, скажем так. Бывает такое, что у водителя частного транспорта включена магнитола, музыка. Он не слышит, не видит. И в результате этого происходит ДТП. Не всегда водители внимательны за рулем. Андрей Рогожин на скорой работает уже пять лет. Рассказывает, ситуации на дороге случались разные, но обходилось без ДТП. Последние месяцы количество вызовов увеличилось в разы. За день приходится выезжать до 13 раз. Проблесковые маячки сигнализацию используют только в экстренных случаях. И чтобы успеть, особенно в час пик, когда водители неохотно пропускают спецмашину, ищут объездные пути. Знаем уже, где более загруженные улицы. Стараемся их объезжать. Где-то, получается, по дворам ездим. Потому что вызов срочный. Нужно очень быстро добираться. Главный врач станции скорой помощи рассказывает, сейчас четыре спецавтомобиля, попавшие в ДТП, не могут вернуться на линию. Простой может затянуться на полгода из-за проводимых следственных действий, а затем и ремонта. У нас есть обменный фонд, но он тоже ограничен. И мы понимаем, что автомобили, которые попадают в ДТП, они нам крайне необходимы. И время на восстановление этих автомобилей должно быть очень коротким. Но это не всегда получается. В ГИБДД напомнили, по правилам водитель обязан пропустить автомобиль со спецсигналами. Перестроиться лучше в правую полосу. Вынужденный выезд на стоп-линию на перекрёстке не будет являться нарушением. Стоит уступить дорогу, в первую очередь, спецтранспорту. Выезжайте за стоп-линию. Но при этом есть возможность обжалования данного постановления, если к вам придёт штраф за стоп-линию в течение 10 дней, с момента получения постановления. В случае же отказа пропустить скорую водителям грозит штраф от 3 до 5 тысяч рублей, либо лишение прав сроком от месяца до года. Альбина Валикжанина, Андрей Бусыгин. Новости. Глава Республики наградил дорожников за успешную реализацию национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Александр Бричалов напомнил, программа на федеральном контроле Удмуртия отработала эффективно, вошла в тройку дорожных лидеров страны и поэтому получила дополнительные средства на дополнительные километры. Одна из причин перемен – пятиступенчатый контроль на местах. Такая система позволила снизить дорожный брак на 30%. В этом году в Республике отремонтировали 400 километров. Больше всего в Ижевской агломерации. Напомню, что в столичные дороги за три года реализации нацпроекта было вложено 2,5 миллиарда рублей. В новом году акцент на районы. На 2021 год уже в город Ижевск выделяется средств меньше, а почти 400 миллионов рублей у нас с вами будет выделено Завьяловскому району для ремонта как в самом Завьялово, так и на прилегающих территориях и на региональных трассах, проходящих по этому району. Итак, планы дорожного нацпроекта на 2021 год. 29 участков, из них 9 в Ижевске, 16 в Завьяловском районе, плюс 4 региональные трассы Глазов-Юкаминская, Можгава-Вож, Бураново-Киясово и участок объездной Ижевска от Воткинского тракта до аэропорта. Размер финансирования, как и в этом году, 1 миллиард 360 миллионов рублей. Ледовый городок будет и главная елка тоже. Олег Бекмеметев рассказал о предварительных планах на Новый год в Ижевске. Итак, елку начнут устанавливать уже на этой неделе и включат 19 декабря. Сегодня приступят к заготовке льда для горок. Основные будут установлены на верхней и средней части центральной площади, нижняя сейчас на ремонте. Его планировалось окончить к 30 ноября, но городоначальник назвал новый срок. Павильоны, которые вы видите, уже здесь начали появляться. Они будут монтироваться также в течение декабря. И к 25 декабря мы ожидаем полностью готовый объект. На этом участке готовы коммуникации под фонтан, есть освещение, уложена плитка, не хватает перголы. Комиссия пересмотрела технические решения конструкции в пользу большей безопасности. Как сообщил мэр Ижевска, на этой неделе перголу планируют устанавливать, а для пешеходов откроют проход вдоль дворца металлургов. Напомню, что реконструкция Ижевской площади ведется по нацпроекту «Жилье и городская среда». В Ижевске открылся IT-куб. Это образовательная площадка для подростков, которые не представляют своей жизни без цифровых технологий. А теперь при помощи опытных наставников школьники смогут совершенствовать свои таланты. Петр Завелов расскажет. Мечта десятилетнего ижевчанина Максима Липина – стать профессиональным программистом. Он уже сейчас вместе с друзьями в школьном кружке информатики создает компьютерные игры. Последним своим продуктом Макс особенно доволен. Мы создали вот такую игру же. Тут она так работает, что когда идет какой-то звук, то наш персонаж поднимается, а когда тихо, то он опускается. Ну и что это тебе дает в жизни? Насколько это тебе все пригодится в жизни? Ну, мне это пригодится, может быть, в будущем, когда я поступлю на работу какой-нибудь, например, программистом. А вот старшие товарищи Максима могут похвастаться тем, что уже создает полноценное приложение для смартфонов. Своё последнее изобретение, которое умеет оживлять картинки и фото, они показали в главе Удмуртии. Выбираем птицы, допустим, и навозим карточку, камеру на карточку. Здесь у нас появляется 3D-изображение, которое мы можем рассмотреть с разных сторон. Учебник не дает такого детального рассмотрения. Например, не все желудки могут увидеть здесь на картинках, допустим, обшивую, ну буквально так, они могут приблизить и рассмотреть. Ижевские умники и умницы Александра Бричалова по-хорошему удивили. Совершенствовать свои таланты они будут в Центре цифрового образования IT-куб. Свою работу эта площадка дополнительного образования для школьников начнет сразу после Нового года. Заработает она в Ижевске в рамках нацпроекта образования, инициированного президентом страны Владимиром Путиным. Это классная возможность для ребят, вот мы говорим, ранняя профориентация. Они даже без вот этих возможностей, многие уже ориентируют себя на IT-отрасль, на отрасль высоких технологий, а самое главное на изменения. А с такими ресурсами это будет происходить быстрее, качественнее. IT-куб будет работать по десяти направлениям. Опытные наставники будут обучать подростков современным информационным и телекоммуникационным технологиям. Вот это и есть ранняя профориентация. Для какого возраста преимущественно с 14 до 18 лет, но есть программы и для восьмилетних. 400 человек занимаются бесплатно, плюс полторы тысячи это через мероприятия. Сейчас идет лицензирование, поэтому сейчас мастер-классы, экскурсии со всей республики. IT-куб в Ижевске – первый из четырех, которые будут работать в Удмуртии. В следующем году такой же центр откроется в Воткинске, а в 2022-м – в Сарапуле и Глазове. Петр Завьялов, Дмитрий Ворононин, Илья Дерендяев. Новости. И последнее. Театр оперы и балета возобновляет спектакли. Зрителям представят новую постановку оперы «Травиата». Работать над ней начали еще до пандемии, как отметил режиссер и главный балетмейстер театра Николай Маркелов. Репетиции проходили непросто, сказывались ограничения. А в спектакле много массовых сцен, поэтому работали артисты небольшими группами, а потом все соединяли. Небольшими группами теперь будут пускать и зрителей. По санитарным требованиям зал можно заполнять лишь наполовину, обеспечивая дистанцию. И, конечно, все зрители должны быть в масках. На этом у нас все. Удачи вам, до встречи. Роботы-музыканты, роботы-боксеры, танцоры и даже гадалки. Настоящее нашествие трансформеров и Майнкрафта. Это интерактивная выставка, где представлены авторские версии знаменитых на весь мир персонажей блокбастеров. Трансформеры, Тихоокеанский рубеж, живая сталь, мультфильмов, компьютерных игр. Выставка шоу впервые в Ижевске. И вот первое впечатление. Мне понравилось разговаривать с роботом и играть. И еще стрелять в мишень. Мне здесь очень понравился Валя, потому что он тут такой смешной и милый. И здесь вообще очень красно. Я прошел Майнкрафт. Роботы очень интересные. То есть, под ту стадь, которого дети привыкли смотреть, это трансформеры те же самые. То есть, те роботы, которые можно с пультами управлять. Интересно. Детям очень нравится. Роботы двигаются и общаются. А еще они точь-в-точь, как в кино. Сколько тебе лет? Мне 8. Мне 7. Это прекрасный возраст. Меня сделали 3 года назад. Я прибыл с планеты в Кибертрон, чтобы найти себе друзей. Шоу уже назвали захватывающим зрелищем года. Пятиметровые экспонаты – это ручная работа, передающая компьютерную графику в металлических формах. Больше всего это развлекающаяся выставка. Она несет в себе такой характер – это развлечение, получить какие-то эмоции. Дети приходят посмотреть на движущиеся экспонаты роботизированные. Есть интерактив, они могут вступать в диалог, общаться. Есть также зоны, где могут дети поиграть, поуправлять. Ну и поиграть в компьютерные игры «Майнкрафт». Моя задача – это развлекать детей. Если дети подходят, то как-то роботами двигать, общаться с ними, чтобы им было интересно. Погрузиться в атмосферу настоящего робомира можно в Ижевске в торговом центре «Стройпорт». Выставка «Трансформеры» и «Майнкрафт» будет работать до 10 января. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!